Всем привет! Сегодня мы приехали покататься на квадроцикле. Пару слов про то, что это за аппарат. Мы сейчас пару вопросов зададим буквально. Хотелось бы узнать, что он из себя представляет. Говорят, новая модель, да? Да, это новая модель старого, доброго, всем известного CFMoto X8. Обновленный CFMoto X8 HO повышенной мощности. Здесь побольше лошадиных сил. Здесь кардинально другая рама, другая подвеска, особенно задняя. Здесь уже образный рычаг. Другие амортизационные стойки, другой пластик. Ну, новая, интересная машина. Надо кататься. Надо кататься. У меня вопрос, просто буквально там парочка вопросов именно в техническом плане. Я думаю, найдется человек, которому интересно будет. Что из себя здесь представляет двигатель, коробка, ну и как организован полный привод. Полноприводная же версия. Да, конечно. Полный привод здесь, ну, так же, как и на большинстве современных квадроциклов такого класса. А подключаемые электроприводами. То есть, постоянный задний привод, передок у него подключается, сервопривод, кнопка. То есть, вы сами, как райдер, контролируете, что вы хотите. Никакой муфты там нет, соответственно. Нет, вискомуфт здесь нет. То есть, человек управляет квадром, да. То есть, он в данный конкретный момент хочет включить передок, он его включает. Жестко подключается электроприводами. То есть, ну, проверенная надежная схема. По двигателю здесь проверенный 2W901W китайского производства, который когда-то, когда-то был давно взят за основу BRP-шной 800-кой. Вот, но уже вот на этой модели, если раньше двигатель с коробкой передач был объединен в один общий картер, да, где находилось масло, вот, то теперь они разнесены. То есть, картер коробки имеет свой заправочный объем, картер двигателя имеет свой заправочный объем. А обслуживаться они должны? То есть, как часто, допустим, менять масло нужно? Квадроцикл обслуживается раз в тысячу километров. Ну, на самом деле, для такой техники это довольно много. Вот, а там производится замена масел, двигателя, КПП, мостов, проверки, протяжки, регулировки, если это требуется. Понял. Давайте тогда посмотрим, как управлять, собственно, этой техникой. Вот, Сергей, пойдем покажешь. Вот, а мы, наверное, послушаем, да? Ну, что в первую очередь нужно знать? Ну, здесь довольно-таки просто. То есть, как бы, если хотя бы когда-либо вы ездили на мотоцикле, то вам уже в общих чертах знакомы органы управления. Сидение, на котором райдер сидит, руль, да, которым он управляет. Вот. Тормозная система здесь реализована на каждом колесе. Вот на новой модели стоит уже по тормозному диску, да. Если раньше он был, то есть, задний тормозной контур стоял на карданном валу и тормозил полностью всю ось, то теперь уже на каждом колесе по диску это, ну, на треть как минимум повышает эффективность. Что-нибудь типа АБС есть? Такой машины. Нет, АБС здесь нет. И, в принципе, они здесь не нужны, потому что очень часто... Ну, мало ли. ...заблокировать, да, все колеса, особенно где-то на склонах, и АБС здесь будет только мешать. Вот. Здесь вариаторная передача, то есть, здесь никаких, никакого сцепления, как вот общепринятого механического нет. Но я так понял, извиняюсь, перебил, а понижайка есть, да? Покажи, Серега. Да, режимы работы трансмиссии, это парковочное положение, как на автомобиле, задняя передача, нейтраль, повышенная и понижающая передача. То есть, основное движение на повышенной, где-то в каких-то тяжелых условиях переключается. Ну, и полный привод подключаем, да? А подключаем полный привод, я так понял, вот этой вот кнопочкой, да? На правом мультуре, да. Покажи. Здесь находится переключатель режимов трансмиссии, то есть, сейчас, в данный момент у него включен только задний привод. Для того, чтобы подключить передок, нажимается красная кнопочка, автоматически сервоприводы... Где-то будет отображаться здесь, да? Да, на приборной панели это отображается, вот здесь мы можем видеть. Прошел самотест, вот в таком вот положении включен задний привод, здесь видна точечка. В таком положении подключен дополнительно передний привод, то есть, задний привод остается. Ну, обозначение стандартное, в принципе, тут понятно. Вот, если нам нужно включить блокировку, мы передвигаем флажок и отжимаем желтую кнопку, и в данный момент мы видим, что у нас все заблокировано перед и зад. Он моргает, так как квадр у нас сейчас стоит и не заведен, для того, чтобы шестерни зашли в зацепление, ему нужно сдвинуться с места, когда он жёстко включится, да. Вот. Ну, это вот такие основные органы управления тормоза. На ручке, как и на мотоцикле, здесь вынесен только передний контур, для того, чтобы где-то на склонах вы могли контролировать и не бояться перевернуться. И также педаль, которую райдер нажимает ногой, она приводит в действие уже полностью всю тормозную систему. Понял. Все четыре колеса тормозят, значит. В остальном, ну, грубо говоря, сели, запустились, включили повышенную передачу, нажали газ, поехали. Угу. 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 Всё, в принципе, понятно здесь. Если... Сейчас. Если хочешь прокатиться, да, шлем и вперёд. Да, и я сразу скажу ещё. Номер телефона, если кому-то интересно будет покупка, я оставлю в описании под роликом. Сайт, на котором можно посмотреть подробные технические характеристики. Всё оставлю. Звоните, записывайтесь, протестировать. Я так полагаю, может любой, да, человек приехать. Эта машина у нас предоставлена для тест-драйва, конкретно для квадроцикла. И любой желающий в рабочее время может приехать, попробовать, покататься. На станционной 89 находится салон. Приезжайте, тестируйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, парни, сейчас попробуем его в движении от первого лица. Эмоциональная, конечно, штука. Маленький кружочек потихонечку дадим. Очень бодро, кстати, он реагирует на нажатие газа. Такое ощущение, что тут литра-два, а не 800 кубов. 800 же вроде, да? От километров в час. Ну-ка посмотрим, как он набирает. Просто стреляет. Да, игрушка шикарная, конечно. Сейчас еще один разгончик делаем. Да, самый большой плюс квадрика, конечно, это геометрию. Круто! Круто! И вон катаются. Круто! Очень круто! Очень эмоциональная вещь. Ребята, ребята, вы приезжайте потестировать обязательно. Вон отлично! Да, интересно было бы, конечно, еще его в Афроди потестировать. Но мы не очень подходящие для этого одеты. Очень тяговитый мотор. Ему хватает ньютонов, чтобы крутить прям легко колеса. Надеюсь, не задувает. Это чудесно, брат. Ну что, парни, вещь офигенная. Реально крутая. Я думаю, ценить или оценят новую модель. Приезжайте, тестируйте. Еще раз повторюсь. Адрес, ссылки на сайт, телефон. Все укажу в описании к ролику. Приезжайте, катайтесь, заказывайте. Вещь отличная. Подписаться не забудь. И репостнуть. Всем пока. А я поеду еще кружочек прокачусь.